с его мечтой решил помочь ему то есть вот он рассказал о своей истории там что он там мастер спорта по кио-кусинкай карате там такое направление в спорте есть в общем он не может ничего с этим сделать то есть не может вообще в жизни реализоваться ну знаешь похожая такая ситуация и появилась идея ну просто и он как рассказал я прям увидел то что он может там нормальные деньги зарабатывать тренером вот у него говорит есть планах вообще он уже договорился там со школы 1 него есть уже некоторые эти ученики получается так в общем ну как бы старая школа просто все эти приемы все это как-то скучно нужно ему предложил включить превратить все это в игровую форму то есть обернуть таким образом вот завернуть в такой фантик чтобы к нему шли новые и новые люди вот типа знаешь что то такое вроде как mortal kombat а только еще плюс rpg вместе это вот как-то намешать то есть вот это как ролевая игра то есть вот человек приходит к нему на занятия и ну в общем сдает там на какой-то там зеленый пояс по карате вот когда сдает то есть когда проходит вот эти вот как проходит этот экзамен ему дает этот зеленый пояс он там значит демонстрирует все эти свои там приемы которые выучил название приемов тому подобное все он считай после этого допущен к игры игре то есть можно будет участвовать в ролевых играх ну вот как я себе представляю в общем допустим пришло к нему 50 человек него в этом допустим спортзале собралось то ли они поочередно бросают кости то ли тренер сам бросает кости и тут уже это идет рандомный такой вариант кто-то вот уходит двое в круг и бросают снова кости выпадая там 1 1 кость будет отвечать допустим за какой-то прием 2 кость будет отвечать за связку приему 3 кость там я еще не знаю за передвижение по карте 4 кость не знаю еще чего-то в итоге в общем это когда будет дело доходить до боя они будут сражаться то есть это будет проходить в бесконтактной форме то есть они друг напротив друга саму допустим mortal kombat только не будут реально там спаринг а именно будут вот прием называть приемы и выбрасывать их воздух и это будет отнимать там то есть вот на каждого участника должна будет завестись карточка где будут прописаны все его ну характеристики сила там умения тому подобное все это должно реагировать приснуть сопоставляться с картой противника и вот как раз как он может победить допустим если он седьмого ревела этот ниндзя а второе нельзя допустим двенадцатого левела как может седьмого левела победить ну там не знаю по очкам по этим по всяким 12 левелного этого ниндзя рандомный вариант когда бросаешь кости там всегда есть случайный фактор случайности и то есть это должно быть интересно то есть этого как-то должно увлекать на туда же набросал сайт сейчас тебе пришлю глянешь вот собственно нужно как бы додумать вот эти мелочи есть общий концепт но как это вот заставить двигаться вот какие-то мелочи моменты вот что-то вот я не учел в этом как-то ну допустим представь ситуацию все завтра должна состояться вот это ролевая игра 50 человек сдали экзамен и у всех у них есть карточка все они допущены к ролевой игре допустим никого еще ни у кого еще не было только стадом начало дано завтра все приходят допустим в спортзал и как это все начать ты это у меня спрашиваешь да я вместе хочу с тобой подумать не знаю по моему это бред были а боевые искусства какие-то игры обращать ну представляешь школьник это вот тебе может быть кажется бредом но тем не менее это возможно будет оттачивать их сделать вот у человека допустим есть комплексы связаны именно с контактным с контактом со спаррингами опять и когда вот он будет уверен в том что ну действительно он знает все вот эти вот приемы просто на зубок миллион раз их повторил в игре это два просто мотивация ходить к нему на занятия какая вообще вот ты бы жизни бы наверное не пошел заниматься кушинкай каратэ да верно почему я ходил ходил ключевое слово ходил почему не остался мне интересно было просто не интересно вот фактор как раз интересы я вот хочу привнести вот ему тебе без разницы да вот я могу уйти этот скайпе или тебе лучше в контакте отосвать в общем это как бы рекламная страничка будет ну и соответственно там все вот эти вот он кстати не адаптировал под мобильное приложение надо его с компьютера ноутбука смотреть но очень с телефона не смотри там полная жжет пока что не адаптировал под мобильный видимо устройство а ты кирилл чего голый бегаешь ничего голые все кирилл ты чудо построил чай собери игрушки кирилл это строительная площадка тебе можно собрать весь строительный материал для постройки будущего это здание давай понял собери их в этот строительный мешок а чего мне нужно работать мне нужно построить здание какое здание что делать здесь что на любопытчатке цыган вот такой чёрный муфля и годится это это муфля Ну, ты, Ладака, здесь очень просто можешь сделать Ага Короче, там, допустим, надо разделять группы по данным тогда Ну, по поясам, во-первых, да? Так, так, так Во-вторых, там, допустим, можно сделать, вот кто выходит там сражаться, да? Ну, то есть это как соревновательный процесс просто делаешь Вот среди зеленых поясов, например, дерутся И они, допустим, должны использовать только элементы, которые при сдаче зеленого пояса, допустим, используются Элементы? Да, более базовые или более высокие нельзя, например, использовать Или там на два пояса, которые используешь, чтоб они концентрировались Ну, скажем так, вот Ну, это может им не понравится, потому что это усложняет А, ну, это хорошо то, что усложняет Это вот фишка в том, что вот когда вот ты приходишь, ну, загружаешь какую-нибудь новую игру Открываешь новую игру, заходишь в нее, у тебя там есть обязательный пункт обучения Когда ты вот пройдешь это обучение, вспомни то чувство, когда ты проходишь обучение Ну, как бы, не это, ну, тяжело, напрягает, там, как бы, после этого То есть, ну, может быть, какой-то некий дискомфорт все-таки присутствует А если ты пройдешь это обучение, немного полазишь, понаблюдаешь, может быть, за игрой кого-то там Ты сам уже поучаствуешь в этом И что? В итоге ты остаешься и это надолго А че ты сайт этот мне сделал? В резиновую мерзку Вот это менюшка, короче, слишком большая Ага, ну, не знаю, первый, блин, как всегда, комом Ну, короче, вот менюшку сделай, а надо чуть-чуть, это Слишком, блин Мощно? Ну, она, вот у меня, например, она заранкивает А, менюшка заранкивает Понятно Понял Беспонтово А у тебя что за разрешение экрана? Не тысяча, а девятьсот двадцать на тысячу восемьдесят Не, у меня тысяча триста А, ну вот, поэтому Я вот, как бы, только-только открыл этот Мьюз Знаешь такой редактор? Слышал? Ну Про Мьюз Нет Слышал? Не работал в нем? Нет Ага Ну, вот, что-то слишком все просто, но Но эти еще пару моментов надо как-то додумать Так, чтобы это как раз не было вот таких вот По поводу адаптивности этого сайта Ну, это не настолько критично, конечно В принципе, это Можно будет там еще посидеть, подклепать его Я его, можно сказать, за один день сделал Он как это установил Нашел подобный сайт Открыл эти уроки Все делается вообще просто элементарно, оказывается Так вот В общем Дело, дело, дело до чего Дело до чего Как же мне все-таки вот сделать этот процесс Иначе без этого, опять же, вот, без игры это никто уходить не будет Вот, смотри, вот как это лучше сделать Вот, именно вот связать Я вот как-то еще понимаю вот эти вот Вот, можно сделать таблицу В которую можно вносить характеристики персонажа То есть, вот, человек будет ходить на занятия Он будет прокачивать себя самого, виртуального Делать героя там Докачается, допустим, до какого-нибудь, не знаю, скрипка Как World of Warcraft Ты же играл, гонял же, вот, World of Warcraft А? Скажи, как дела обстоят с крутыми персонажами и новичками вообще? Вот, ты вот встретил там какого-то гиганта 70-го левела только что вот А ты только что, ну, как бы зарегистрировался, вообще попал в этот мир Как это происходит вообще? Сейчас, подожди Сейчас, подожди Что ты там говоришь? Вот, смотри, ты вот зашел в Вовку Только что зарегистрировался И встречаешь противника или персонажа все-таки Вот, который с 70-го левела, к примеру Там, короче, в Вовке, как тебе сказать Давай Там нету такой разницы, бля Там, короче, от сервера зависит А Есть такие, где Где, короче, все не могут трогать Ага В определенных зонах Ага А есть, короче, сервера, где вообще беспредел То есть, ну, ты попадаешь, допустим Тебя сразу замачивали И Ты вылетаешь или что? Или что, как вообще? Ну, тебе надо там опять чего-то качать Где-то чего-то искать Нет, там ничего не надо искать Там Вовка это немного вообще же по-другому Во, смотри, это же как бы все равно ты по карте ходишь Ты видел же там раздел играл на сайте Который, ну, ссылки с Вовкой Им Им лучше вообще по-другому делать Вот делать соревнования, да, типа Но Для этих соревнований надо что-то там сделать Индивидуальное Не надо там сразу На арену, например, выходить Надо какой-то, типа Фейс-чек, короче, делать Фейс-чек Ну, допустим, они Ну, прочекаются там Дополнительно То есть, это Как бы Какие-то определенные условия Они должны будут выполнить Для того, чтобы просто попасть На соревнования Ну, вообще вот Допуститься к ролевым играм, так? Да Ну, допустим, все Ролевые игры начались 50 человек стоят в спортзале Ну, допустим Кидаются кости Вот Человек ходит по карте Ну, допустим, он сделал туда ходы Сюда ходы По пути нашел что-то там Ну, я не знаю Кости выпали там То есть, какая-то кость будет отвечать за количество То есть, за номер чего-то Какого-то там порядка Что-то должно будет умножиться И он там получит, допустим, какую-нибудь Специальную возможность Ну, какие-то бонусы Каждый ход будет давать какие-то там Допустим 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 Он нашел Накованию Ну, железную Накованию Ни бронзовую Ни золотую Железную Которая поможет ему Допустим Его катану Или там Какие-то мечи его Починить Починить Эти мечи В сражениях Он, допустим Будет ломать меч То есть, он будет использовать меч В сражении И он его поломает То есть, каждое Каждое сражение Будет изнашивать его оружие Оружие, доспехи Тому поклоны Вот От И он же будет еще двигаться К Аплодиспельному Боссу То есть, он Когда дойдет до босса Он Его должен будет Победить Когда Он победит Босса kıral Откроется Новая Ээээ Новая Ээээ Ээээ Какая значит все должно быть все должно повториться он должен найти до очередного босса и так далее и это будет до бесконечности пока люди будут ходить можно будет там игру делать и вот в общем чтобы замотивировать людей мы тут подумали и это дадим в общем этим ребятам возможно пожить мечту прокачать себя виртуального персонажа но этот виртуальный персонаж будет сидеть и сидеть у них мозга хочет он будет там как бы говорить давай там на тренировке там все такое эти ролевые игры общения тут же тусовка мега мощная тусовка опять же что будет удерживать вот этих вот ребята там на месте ну в общем так билет на самолет то есть вот если у него занятия будут стоить 1000 рублей него сейчас пока денег нету он смог вот что он смог сделать на данный момент он смог договориться с директором школы 48 что 36 я не помню в общем суть ему дают этот спортзал и говорит я я его тебе дам в аренду бесплатно если ты будешь обучать 15 учеников трудных 15 каких-то там трудных учеников с какой-то какого-то там интерната в общем он легко согласился то есть что сверх 15 человек он уже будет получать деньги в общем я так понимаю то что арендовать этот зал это небольшие деньги это не 15 то есть как это превратить бизнес это нужно наладить именно эту ролевую игру вот именно этот момент пока вот у него денег нету пока вот невозможно будет сделать так чтобы он платил деньги допустим сайку за разработку этой версии версии но еще до этой браузерной игры еще надо там додумать вообще сам концепт продумать хорошенечко как бы вот так как же как же как же вот эти моменты все проделать вот это вот как это называется вообще игровая логика до каждой игры есть какая-то своя определенная игровая логика сейчас вообще чё надо качать в этой игре анток не знаю тут тут фиг знает чего от чего там еще исходить надо это же не просто блять игра вот его то вот и жил mortal kombat играл когда-нибудь по сути это похоже на одну из сражений на рпгш на эти вот когда вот ходишь пошагу или как это называется вот когда вот карта располосована вот такими шестигранниками когда вот карта для сражения вот у тебя там допустим ряд бойцов твоих передвигаются ты выбер выбираешь типа как кинка в баунти может играл ну вот представляешь да вот есть такие ли там а герои герои есть вроде героя наверное играл но герой как пошаговая получается вот не что вот как-то вот к этому если подвести это похоже на как раз ролевые игры вот же как же это все так ну не знаю так сразу чё ты не придумаешь да ну понятно что это всего лишь только начало ай 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 иди дочка у меня плачет Столько игрушек все равно найдут, из-за чего поссориться. Из-за чего поскандалить. Строить скандал на ровном месте. Из-за какого-нибудь кундука. Сейчас я тебе разговариваю. Вот смотри, представь себе, как бы ты себе увидел эту картину. Допустим, завтра соревнования. Снова к этому подвожу. Завтра соревнования. Ой, не соревнования, а ролевая игра. Как бы ты себе ее представил? Ты приходишь, у тебя там какой-то десятый Q, например. Ты такой уже крутой специалист. Ты знаешь много там этих ударов, приемов и тому подобное. ты прошел, ты допущен. И вот. Приходишь вот, допустим, встаешь в круг и дальше, что ты как-то себе представляешь? Ну, наверное, проще. Можно знаешь, как сделать? Так. Допустим, сделать. Ты именно спарринг, что ли, хочешь сделать? Спарринг? Да нет. Это может быть команда на команду. Ну, то есть. Потому что, ну, спарринг это будет уже, знаешь, спарринг он и есть спарринг. Там надо жестко туда-сюда, там не надо какие-то правила делать. Так. Надо, наверное, просто так делать. Допустим, ты приходишь и, короче, там вот, ну кто-то уже победителем будет, да? А так как у всех там разные умения и так далее, то надо сделать, допустим, в этом, в лотереи уже когда играют, бумажку там в круте вытаскиваешь, да? А, ну, ну. Можно вот такие вот сделать несколько штук. В одном будут, например, тяжелые, где там на черный пояс, ну, которые уже с черным поясом и так далее, да? Ага. Им больше баллов дают за выполнение заданий там. Там-то еще что-то, там, еще что-то. Там, например, ты берешь билет и тебе там задание там сделать серию там хунью, мунью туда-сюда, да? Так. С повторением пять раз, например, бля. Без ошибок если делают, там за это задание столько-то баллов раз насчитали, нахуй. Или можно там, и как в этом, есть же эта игра там? Например, поэзия за 500, там сказки за 300. Видел что? А, ну-ну-ну. Вот там тоже в этом же стиле сделают. То, что сложнее, оно больше очков дает. То, что полегче, оно меньше очков просто дает. А, ну, по-любому, но это как-то все-таки все должно быть в шоу больше, движения какие-то. Вот, смотри, вот, допустим, могут выпадать, допустим, такие фишки. Допустим, ты сражаешься против зомби, например. Зомби должно быть, зомбари должно быть, там, допустим, 5 или 12 зомбарей. Ты, получается, тратишь свое количество ходов, как это обычно бывает в этих играх. Мочишь, то есть, твоей силы достаточно, чтобы замочить 12 зомби из болота какого-нибудь. Но после боя ты потом теряешь, допустим, милечку может потерять. Или наоборот, после боя ты можешь найти чего-то еще. В общем, как-то вот так. Я просто не представляю, в каком виде ты там это представляешь. Про зомби и так далее. У него же кастюмизация и так далее. Это не денег или это что, или это просто образ? Это воображение, то есть, это бесконтактно. То есть, представляешь, ты просто чувак в трениках и футболке. Ну, либо, я не знаю, если у него там есть деньги на костюм. Ну, на этот, как, ну, доги, что ли, называется. Ну, этот костюм-то их, вот, кимоно-то это, как его. Ну, я не знаю, борцовские вот эти вот, халаты. Не знаю. В общем, вот 50 человек вот в таких костюмах стоят в круге. Еще один тренер ходит, бросает кости. Или это будут бросать сами участники. Ну, без разницы, на кого выпадет. Может, ну, это надо будет подумать и решить вот этот момент. Вот. И тут уже начинается игра. Может быть, это... Дальше, когда это вот сделаем браузерную игру, когда уже додумаем все четко, вот, когда выстроится уже, пройдут некоторые соревнования, и там уже выявятся вот эти вот самые моменты. Что, как лучше, что вот людям интересно, как, что он может добавить, что, может быть, наоборот, убрать. Вот эти вот моменты все. И вот, значит, начинается игра. Первые там ходы пошли по карте. То есть, первая выпадает там, ну, или, не знаю, бутылочка, допустим, крутится. Все. Выпало горлышко на какого-то участника, героя. Все. Вот он выходит в круг, например. И он двигается вперед. Доходит до мочи зомбаков, например, там. Все, вот, он говорит все эти приемы. На карте он перемещается. Согласно этим кинутым костям. Подожди. Папа, я вам колесо. Это сейчас по жопке надаю, понял? За это. Ты чего разлила в компоте? Ты зачем компот разливаешь? Ты зачем компот разлила, а? Шайкера, ты зачем компот разливать? Ай-яй-яй, Шакира. Бирюша, давай убери. Папа, а чего это выходит? но не знаю здесь не знаю если он хочет продвинуться я бы лучше игровые виды в другом виде потому что ну не знаю все таки цель там у него воспитать ну как тебе сказать каратистов и кошинкаистов фишка то не в том что там каратистов воспитывать фишка в том что туда мне тебя дают почему чтобы он был спортивно короче здоровый физически и духовно короче крепким ролевые игры они как бы не сама цель тут по моему лучше больше философских элементов включать с этим и с подготовками это философские шауринские школы это они есть это понятно все но это как бы вот школам не карат это у нас вот это не учат там ничего там просто тут приемы и тогда да вот именно ты вот пришел как бы понял это все все тебе это уже дальше незачем ну не знаю ты у тебя уже но вот почему всем интересен кунг-фу потому что не из-за того что он были на тот как там сказать ну короче у него целая философия да позвать но там есть конечно боевые навыки и так далее да но это только 50 процентов кунг-фу короче составляет на самом деле кунг-фу это 50 процентов это познание мира а другой 50 процентов это просто совершенствование своего тела короче но это очень интересно будет потом включить в саму ролевую игру то есть вот допустим вот какие-то сражения проходят и тут хоп она получили порцию философских камней и это для элемента шоу это тоже будет круто по сути это мы сейчас делаем бизнес модель главное сейчас какой-нибудь просто обычную рабочую логически не узнаешь на чем проблема вот смотри вот у тебя ребенку например 4 5 лет да ну моему да я вообще не ты решил его отправить школу каратистов да так ну вот сейчас я просто примерно вообще лучше если он хочет реально бизнес то ему лучше не брать там поколение которое большое а можно вот легче всего детей допустим маленьких ну и так тоже много будет дело в том что ты например когда с ребенком ребенку учишь но то есть как с полумным кому-то обращается да на самом деле ребенок вообще там с детского возраста может уже учит там не знаю квантовую физику и квантовую психологию но это что прилетит он то и да да просто дозировку надо соблюдать по чуть-чуть а когда его учишь так ну как ты сказать дебилизму то он дебилами становится как бы грубо говоря вот и не но главное конечно даже просто когда ты приходит там человек 5 7 лет надо ему начали дать понять что такое цель чего это все немало потом надо вот такие мероприятия ну вот для такого ребенка школьника можно просто сделать это билет на самолет японию у него есть шанс и он в любом случае каждый полетит то есть это надо сделать таким образом и дать понять то что это без выигрыш без проигрышная лотерея в конечном счете если у тебя есть достаточно денег и времени на самоподготовку но интерес мы обеспечим на протяжении всего этого времени ты будешь самосовершенствоваться вообще станешь супер ниндзя ты в любом случае полетишь в японию то есть вот и вы в любом случае выигрыш ну те кто сольется тот сольется ну чё ж поделаешь значит он реально умер в этой игре ну для игры он умер считай а те кто остался топ те остались ну не знаю ну не знаю с играми конечно то есть но если но не знаю С играми, конечно, тоже можно, но это как-то, по-моему, слишком сложно. Там же родители будут отдавать. Родителей, например, не очень-то это может заинтересовать. Родители, возможно. А возможно, как раз только это и заинтересует. То, что это полный интерактив. Вот ребенок сидит, допустим, за компьютером каждый день, играет. У него есть любимая игра какая-то там. И вот он уже сам понимает, что у него плеш про родителей. Что ты сидишь дома, допустим, ну иди ты, не знаю, чем ты вообще, иди ты погуляй вообще. Вот просто есть такая категория родителей, которая просто, ну не знаю, я вот много таких знаю, которые просто гонят своих этих детей куда-то там по клубам, там тому подобное. Просто ну уж хотя бы на дискотеку сходить. Уже не хотят просто, даже вообще никуда. Что-то как бы это, просто дома сидится и все. Вот, они увидят то, что это еще и ролевая игра, это станет близко к этому, ну это вообще близко к самому ребенку. Не, я тебе, знаешь, почему я очень хочу вот это тебе сказать? Потому что, ну, это очень, во-первых, муторно будет вот это все, во-вторых, это надо каждый раз новое что-то придумывать. Почему? Один раз придумал и все, вот главное вот придумать правила для одной игры, то есть для одной карты. Все последующие это уже будет довольно-таки просто адаптировать на каждую остальную карту. Просто логику одной карты нужно придумать, дальше уже дело пойдет. Главное тут этому парню продавать эту франшизу, чтобы это, ну вот, его дело разрослось просто до мировых масштабов. То есть если у него там будет, ну, не знаю, человек 10 последователей, которые потом будут же еще и деньги платить ему же каждый месяц. Это называется royalty, если знаешь, что такое франшиза. Они будут отдавать часть своей прибыли ему, вот, за то, что они пользуются правом, как бы, ну, в общем, играют. То есть они будут преподавать и тому подобное. А вообще они будут программу тоже получать. Ну да, они все-все-все, полностью, полный пакет этих, полный пакет... Ну, короче, партнерами становятся. Да, да, вот именно. И это могут делать хоть китайцы, хоть японцы. То есть потом уже вот между собой, ну, это, по сути, та же самая обычная финансовая пирамида. То есть если вот запустить, это вот чисто лично мой интерес в этом, не деньги. Здесь мне вот просто интересно, если это попрет. У меня, знаешь, сколько идей таких. Если это вот... Просто этот человек, он уже сделает. Вот человек делал. Вот он сказал, сделал. Вот тупо сказал, тупо сделал. Вот он договорился с этим директором. У него есть спортзал, у него уже есть ученики. То есть, по идее, мне кажется, это просто будет. Если просто вот, не знаю, надо сейчас мозгами чуть-чуть подумать, чтобы это действительно выгорело, вышло именно вот таким образом, чтобы это вот прям пошло. А если у него пойдет это дальше, дальше и как бы легче будет. Будет всем интересно с этого. Вообще, первым делом это опыт получить. Опыт прям действительно, если это попрет. А дальше уже, если уж на то пошло, то можно и эту же самую модель запустить. Я не знаю, пофиг. Школ дофига вообще, детей дофига. А если это еще наберет такой оборот, мега масштабный, то есть, там будет, допустим, я не знаю, больше 5000 человек, участников. Представляешь, это какой оборот. Каждый по штуке в месяц. Мощно, да? Ну, 5000 учеников в России, я думаю, это, не знаю, за сколько это можно завернуть. Ну, какой-то же от школы зависит, от которой примут вот эту программу. А, ну, дальше это уже все дело будет, дальше можно будет уже арендовать вообще какие-нибудь склады, там, я не знаю, пофиг. Их оборудовать, утеплять, я не знаю, там, маты стелить, какие-то там, какие-то штуковины деревянные, как в этих шаулинях, там, эти монахи-шаулини, они же там, вот бревно, натыканное палочками такими же, вот они сражаются, там, набивают же руки, смотрел же фильмы такие. Ну, хоть вот такие, хоть любое оборудование потом можно будет закупать. Если попрёт, то это попрёт. Главное, чтобы это стало интересно, вот, это должно стартануть на его голом энтузиазме, получается, вот так, и если пойдёт это дело, если у него там учеников 100 найдётся, ты представляешь, оборот, 100 тысяч в месяц. Это просто, у него бабки будут, и он уже потом любые деньги будет давать нам за это. И уже сам же ещё будет находить этих. Потом можно будет просто пожизненно получать какой-то процент с этого, с этой пирамиды. Эх, носочек у нас. Молодец. Пожалуйста. Это, вот, надо всё в бизнес превратить. Главное, чтобы это было интересно с самого первого момента. И правила должны быть и понятны даже пятилетнему ребёнку. И, к тому же, они ещё дадут их... И, к тому же, они ещё дадут ей... И, к тому же, они тоже. 갑ально. Ага. Спасибо. И, к нам еще. Это важно. Это моя машина. Нет, это моя машина, моя машина, моя машина, а девочки, меня вот, а мать, меня вот, почему сейчас они? Чик, ей ватя, чики, ей ватя, чик, ей ватя. Чик, чик, чик.